Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Дэня! Дэня! И сегодня у нас будет фикс прайс DIY! Не вай, а вау, DIY! Я хотела взять жёлтый. Я хотела взять жёлтый, а не зелёный. В общем, всё фикс прайс. У меня даже блеск фикс прайс. Кофточка фикс прайс на мне. И вот это вот тоже фикс прайс. Как вот это называется? Как вот это называется? Ножницы. Ага, сейчас собираем. И я купила в фикс прайсе вот такие три полотенца. Стоимость их по 99 рублей. Полотенца эти большие, такие банные. Мы будем делать сегодня с вами своими руками коврик. Коврик для ванны. Мягкий, пушистый, красивый. Я не дам тебе ножницы, Дэня. Это не для деток. И первое, что нам нужно сделать, я покажу сейчас, с какого размера. А, что нам ещё понадобится, это нитка с иголкой, да. И возможно, ну я буду справляться только ниткой с иголкой. Возможно, ещё понадобятся такие, как их называют, такие иголочки-булавочки, знаете, которые меня закрепляют, потом снимают, меточки ставят. Вот. Значит, смотрите. Полотенца не маленькие я взяла в фикс прайсе. Полотенца вот такие. Вот они широкие достаточно и длинные. То есть вы понимаете, да, банные полотенца. Что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет каждое это полотенце разделить на три части. Сейчас мы пойдём на стол, потому что здесь неудобно будет делать. И на столе я вам всё покажу. Пройдёмте к нашему столу. Боже мой, вы не представляете, как тяжело же дома, в однокомнатной квартире снимать с ребёнком. Потому что он лезет, хватает всё, ножницы, в общем, всё это трусится, и одевать его некуда. Всё. Я с трудом нарезала эти полотенца. В общем, каждое полотенце, у меня было три полотенца, голубое, розовое и бежевое. Каждое полотенце я разрезала на три равные части. И у нас получилось девять вот таких частей. Сейчас нам нужно взять каждую часть. Одну бежевую, одну розовую и одну голубую. Вот так. Взять три части и сшить их наверху между собой. Если они даже получились у вас немного неровные, это ничего, потому что в дальнейшем то, что мы будем делать, ничего видно не будет. Итак, сшиваем удобным для вас способом три разноцветные полосочки. Будьте осторожны, с них очень осыпется ворса после того, как мы их отодрали. Поэтому у меня здесь всё в ворсе, но придётся убирать. Я буду просто сшивать, просто наметаю по шву. Это тоже не принципиальный момент. Закреплю уголки и наметаю. Двойной ниткой. Теперь вы можете увидеть весь ужас. Мы скрепили все, скрепили вот здесь наши три полосочки. Теперь нам нужно из каждой полосочки сделать вот такие вот линии. Делаются они вот так вот. Я ничем не закрепляю, но если у вас будет не получаться, то вы можете закрепить вот здесь иголочками, знаете, намёточными, которые с таким крючком на углу. Я делаю просто, беру вот так вот, беру вот так вот. То есть уголочки нам нужно внутрь, да, вот так вот. Буквально на руках делаю всё это, на ходу. И заворачиваю вот так вот. Вот так. Вот так у нас получается. Аккуратненько. Вот видите, я вся в ворсе, в чёрных штанах, и вся ворса на мне. А Дэня буянит. Я ему не разрешаю трогать штатив. Он решил залезть туда, куда нельзя, и просто всё, все мои документы сейчас потрошит. В общем, вот таким вот образом нам нужно сделать три вот такие штуки. И кидают всё на пол. Ну, вообще. Так, последняя. В общем, вот наша третья полосочка. Теперь, здесь мы максимально приближаем, что мы можем. И мы начинаем плести с вами обыкновенную косичку. Так. Конечно, это будет проще делать, если у вас будут закреплены вот эти линии. У меня они не закреплены, мне будет чуть сложнее. Но я справлюсь. Теперь мы оставшиеся наши штуки. Линии продолжаем. То есть, сюда мы пришиваем вот эту. Линию тоже намётываем. К голубой мы добавляем голубую. Вот так вот. И к розовой мы добавляем розовую. Далее мы проделываем всё то же самое. Также заворачиваем и продолжаем нашу косу до самого конца. И добавляем ещё оставшиеся линии. В общем, используем все линии. И потом я возвращаюсь. В общем, я дошила всё. У меня получилось кое-каким образом это всё дошить. Где-то здесь вот так вот закрепить. Кое-как. Это вообще не принципиальный момент. У меня получилась вот такая длинная коса. Вы можете использовать там, например, два розовых. Одно голубое или одно белое. То есть, где-то получилось это раз, два, два, два метра и одна третья метра. И 30 сантиметров. Теперь мы берём любой круг. Например, вот этот или вот этот. Я не знаю. С любой стороны. Смотрите, какая лицевая у вас была коса, чтобы было красиво. И начинаете вот так вот заворачивать. Просто делаете вот такой вот кружочек. Вот так. Делается это всё, конечно, не на весу. Так что давайте опустимся. Так. Вот, например, наша центральная коса. И всё. Поехали. С собой у меня уже сразу приготовлена иголочка с ниточкой для того, чтобы закреплять. То есть, мы закрепляем вот здесь, например, да. Раз, взяли узелочек, сделали. Дальше крутим, крутим. Крутим, крутим. В общем-то. Можно сразу закрутить, а потом всё это уже закрепить. Вот так. Вот так. Вот так. И уголочек мы потом закрепляем вот сюда назад. Вот так вот. Всё. Теперь я всё это сейчас закреплю. Закрепляю всё тоже очень просто. То есть, я беру, да, поворачиваю. И чувствую, что вот здесь бы надо закрепить. Поворачиваю наизнаночку. И делаю буквально несколько стежков иголочкой. Вот так вот. Раз. Да не мешай маме. Вы понимаете, да? Раз, два, три. То есть, за кончики буквально. Всё. И делаю узелок закрепительный. То есть, это никакого труда не составляет. Ну что, вот наш коврик готов. Вот такой вот он получился красивенький. Для того, чтобы не было в нём зазоров, нужно как можно чаще делать стежки, которые, ну, чтобы не оставалось просветов у нас. Да? То есть, от вашего терпения зависит качество такого вот коврика. Теперь пойдёмте его испытаем на деле. Вот такой вот замечательный коврик у нас получился. Я думаю, что этот коврик будет отлично впитывать. И на него будет приятно становиться нашими мокрыми ножками. И ещё, я думаю, что он прекрасно впишется в мою ванну, которая исполнена в бело-голубых тонах. Всё. Надеюсь, моё видео вам понравилось. Было бы классно ещё добавить, может быть, больше полотенец и сделать из шести полотенец вместо трёх. И был бы такой огромный-огромный. Для этого нужно много времени, терпения. И всё. И всё. Больше ничего. Всё, мои хорошие. Надеюсь, моё видео было полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok